Привет! Хочу поделиться такой идеей, которая родилась буквально на ходу. Перед нами встала задача начинать учить таблицу умножения, потому что в математике и в жизни без нее просто никак. Я нашим младшим детям, которым 5 и 6 лет, дала цветные мелки, и каждый из них с удовольствием раскрасил свою таблицу умножения. Это было первое знакомство с таблицей умножения. А дальше мы ее превратили в настольную игру. Даню, давай объясним, как учить таблицу умножения очень весело. Что у тебя в руках? Маленькие ракеты? Да. И у нас есть поле. И каждая ракета летает только в одном направлении, либо по горизонтали по своей дорожке, либо по вертикали. Сколько будет 7ю7? Поставим каждую ракету на свою дорожку. Найдем первый множитель и второй множитель. Клеточка, в которой встретились ракеты, и будет нашим ответом. В данном случае это число 49. А что будет, если перемножить числа 7 на 4? На какие дорожки твои ракеты должны встать? На 7 и 4. И каждая летит ровно, не сбиваясь. И то место, где встретятся ракеты, будет результат перемножения чисел. 28. Ура! 7 умножить на 4 будет 28. А могут ли ракеты поменяться дорожками? Можно ведь еще в других местах найти 4 и 7. Так, а еще? Вот. И давай проверим, если они опять встретятся, тоже получится 28 или нет? 28. Ура! Все правильно! Это ракеты, которые Данечка лепил. Данечка, положи их на ладошку. Да. Итак, он их слепил из полимерной глины. Можно использовать для такой игры математической любых персонажей из киндер-сюрпризов. Или слепить можно из пластилина. Все, что захотите. Для девочки подойдет вариант с птичками. 8 умножить на 6. Поставь свои игрушки на 8 и 6. Так, подожди, у тебя она на каком числе стоит? Так, 6. А другая сова встает на другой умножить. 8. Подожди, на 8. Проверь еще раз. 6 и 8, правильно? Смотри, видишь? 6 и 8. Отлично. И они бегут друг... Значит, каждый бежит по своей дорожке. Ровненько. Давай вниз. Где они встречаются? Вот тут. Какое число там? 14. 48. Правильно. Отличненько. Посмотри. Проверь себя. Вот у нас здесь записано. 48. Да, у нас вот здесь подсказка на обороте записана. Да, отлично. А хочешь такой пример еще, последний решить? 3 умножить на 9. Да, хочу. Давай. Итак, ставим сов твоих на множители. 3 и 9. Так. А другая сова на девяточку. А теперь они бегут по своим дорожкам. Так, ты сдвину. 36. Нет, Аленушка, ты сдвинулась. Вот по дорожке 3. Туда она должна вниз бежать. Давай. А у тебя? 9, да. Вот теперь ровно. 27. Все правильно. 27. Проверяй себя. Вот. Да. Получается ответ у нас здесь подсказок. Аленочка, дай 5. Молодечек. Заработала сладкое угощение. Можно использовать 2 кубика. Да? Да. Ну, можно их бросать. И это у нас множители. 5 и 3. Да. И таким образом у нас примерчик новый. 3 умножить на 5. Сейчас ракеты нам помогут. 3 и 5. 15. Так, внимание, марш. 15. 3 умножить на 5 будет 15. Отлично. Давай еще раз бросите кубики. Так, какой пример? Так, 6 умножить на 3. Так, 6 умножить на 3. 18. Ура! Молодец, Далечка. А теперь с делением. Деление – это действие, обратное умножению. Разделим число, используя все ту же таблицу. Сколько будет 42 разделить на 7? Найдем в таблице число 42, которое нам нужно делить. От него наши ракеты полетят в обратную сторону. Эта ракета прилетела к числу 7. Это делитель. Другая ракета укажет нам результат деления. Наш ответ – число 6. Тебе нужно поделить 16 на 4. Ищи глазками число 16 внутри таблицы. На 6. Вот. Отлично. Делим на 4. Одна ракета улетает теперь в обратную сторону. А другая ракета куда попала? Вот. Тоже на 4? Да. Да. Ответ 4. Да, правильно. 16 разделить на 4 будет 4. Отлично. Ну, давай еще один пример на деление. Пожалуйста, найди число 35. Это место встречи ракет. Да, сейчас. Да. Итак, число 35 нужно будет разделить. Да, отлично. Итак, ракеты там встретились. Это был результат умножения. Деление у нас в обратную сторону, да? 5. Можно разделить на 5. И получится? 7. Да. Второй множитель 7. Итак, чтобы поделить, нужно ракеты в обратную сторону двигать. Да, Данечка? Они у нас как бы разлетаются в разные стороны. Итак, если 1 множитель 5, то второй множитель 7. 35 разделить на 5 будет 7. Хочешь еще один пример на деление? Да, последний. Хорошо. Придумай сам пример на деление. 7 на 7. Выбери какое-нибудь число, и на какое ты будешь его делить. на 10. На какое ты будешь делить? На 10. Давай. Одна ракета летит к десяточке. Это один множитель у нас. А вторая ракета улетает? Ой. Да, двигай ровно. 8. 8. Итак, проговори пример. 80 разделить. 80 разделить на 10 будет 8. Молодец, Данечка. Дай 5. Итак, ты заработал сладкий приз. Я еще советую поместить вашу таблицу бумажную в коробочку с бортиком. У нас нашлась деревянная коробочка для творчества. Можно, наверное, в коробочку из-под конфет. Все, что придумаете. Главное, бортики, которые не позволят раскатиться вашим персонажам. Видите? Потому что у детей это может потеряться куда-нибудь. И сама таблица не будет помята. Мизяка-дизяка. Учимся, играя. Музыка-дизяка. 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 Музыка-дизяка.